Всем привет, с вами этом, продолжаем завоевать Европу Союзом Рейна, ну и осталась только Восточная Европа и мы победим. Ну что, на Прагу, ее защищают русские войска, 38 отрядов, будет потно. Находимся мы еще и по ту сторону города, так уж скажем. Так, тут нам и саперы, наверное, пригодятся, поставим мы тут башенку. Пускай будет. Так, а этим отрядом я, наверное, отступать буду. Пускай стоят здесь, но я имя отступлю. Так, тут мы тоже атакуем. Ага. Так, нет, егерей-то мне надо сохранить как раз-таки. Так, тут население держим. Какое-то время оно будет под нашим контролем. Главное выбить все время. Ну и с этого фланга мы тоже приатакуем их. Вполне все должно хорошо быть. Ух. Это печально. Надо уходить. Ладно, тут егеря будет отстреливать этих пиндосов. Странно звучит, да? А тут у нас пять боровых отрядов. Должны все сдерживать более чем. Ну блин, по-крестьянам. Зачем вы стреляете по-крестьянам? Ну какой смысл? Вообще нету смысла. Почему так тупят отряды? Непонятно. Ладно. Гоним всех сюда. И в принципе. В принципе. Держим здесь оборону. Егеря тут потихоньку будут отстреливать. Все делать. Хорошо. Так, егеря и мы распускаем. Они тут ступили. Ну и мы готовимся к атаке. Или хотя бы к обороне. Ну тут. Сладенькие пришли к нам. Окей. Выстраиваем вторую линию обороны. Если что, они тоже будут принимать действия. Так, у нас тут неопытных нету? Нету. Сразу улучшим. Ну и тут я пошел бы просто в атаку. Надо прижать их с той стороны. Все-таки я думаю. Пойти с тренем даже. Ух, как мощно-то, а. Просто все. Минус жизнь. Тут тоже хорошо настреляли. Так, егерей и гвардейские сюда. Стреляем. Очень удачно. Очень удачно. Тут у них и 69 всего лишь человек осталось в отряде. Ну, с чем проблема у врага 38 отрядов. Это может затянуться. Победить-то мы победим, но еще, может, у нас потери будут не слабенькие. Так, вы заряжаться-то будете? Или вы не особо там хотите? Окей. У нас тут есть тыловые товарищи. Товарищи. Которые, если что, приходят. Так, идем пока дальше. По ходам. Ага. Окей. Неопытные, в принципе, всем. Давайте стрельнем. Че, у нас угля много. На стрель, как только есть возможность, на самом деле. Уменьшить их численность только так можно, за счет этого. Как только есть возможность, сразу стреляем. И без вопросов. Ух ты, тут был Гаусс аж даже. Нет, такое я не хочу воевать с таким. Как-то не очень приятно будет. Я бы сказал. Вон, у всех сюда просто запрессую. Все будут тут воевать. Все-таки это мощно. Слушайте, у них там отряды вообще безморали. Мы их на такой дистанции разваливаем. Видите, всеми что ли, мы просто развалились сейчас отряда в 10. Стрельболь на такой дистанции, в зеленой зоне. Это офигеть просто. Это красиво. Это элитно, действительно, уже. Это тоже действительно на мораль действует, да? Ой-то, егерина, спасать там кавалерии очень много. Беги-беги-беги-беги. Так, тут нормально. Но мораль у них очень сильно сейчас упадет. Конечно же. Тут они все разбегаются, конечно же. Все бегут просто. Бегут, как не знаю кто. Ох-ох-ох-ох-ох. Надо спасать егерей. В отряда их просто ведем, чтобы нарвалилась кавалерия. Нормально, спасли мы егерей. Получилось у нас. Такая осада просто идет нашего поста, так уж скажем. Жесть. Гранаты используем, они довершат начатые. Нет? Ну нет, так нет. Ну, слушайте, очень уверенно держимся. Не то слово, опять. Так, фузелерами я ухожу. Там покоцаны уже. Стреляем, как был Гаусс настоящий. О, а уголь-то ушел, да, как быстро. Угля просто как будто не было. Да. Мощник. Ничего не скажешь. Игери пополняются там, да? Нет? Пускай стреляют. Потихоньку распускать будем отряды вражеские. Да, угля немало тратим, но у нас какие ресурсы? 300 тысяч золота, это уже... 100 тысяч угля, наверное. Или больше. Ну, много, короче. Короче, это очень много. Прям дико много. Поступаем. Ягеря у нас очень хорошо отработали тоже. Свою миссию. Давайте в атаку пройдем, что? Стоять-то. Просто сходим. Так уж скажем. Это у нас заряженный. А есть даже отряды заряженные. Стрянем. Еще кто-то остался заряженный, офигеть. Столько времени стреляем, и у нас еще зарядка есть у людей. Просто так... сплошняковые залпы. Залпы на залпе. Так, а где враг-то остался? Где отряды-то их? Где вражеские отряды? Я уже не вижу. На самом деле. Что-то распустили, что это жесть. Егерями прогуляться. Узнать, где кто. Благоуза вас постреляет, конечно. Армия противника отступила. У них, наверное, пару отрядов осталось, и все. Ладно, не будем жертвовать ими. Как-то неприятно будет от Благоуза понести потери. Даже не дошли до Благоуза и победили. Ну, у них половина армия ополченцев. Что ей требуется? Пятьдесят тысяч угля. Пятьдесят тысяч мы потратили. Ну, эти три сотни еды на уголь. Ну, и мы отбили эти затраты. Так, лучший сектор. В принципе, сейчас мы, наверное, добьем поляка. Ну, и там уже будем завершать наше прохождение против России. Пропускать следующий ход. Ну, как-то неприятно, конечно. Ну, ладно. Пропустим, ничего страшного. А вон и враги. Надо начать по ним стрелять уже. И отступить. Так, егеря, давайте здесь все-таки скомпонуемся. Ну, и поляки уже начинают широкомасштабную войну. Что, конечно, не супер для нас. Хорошо. Потеряю тут дофигища всего. Так, туда. Так, надо стрелять. Хорошо. Готовимся дальше стрелять. Игерей все в кучу. Тоже стреляем. Игерей немножко сзади. А только Валерия тут еще налетит. И будет вообще неприятно. Да. О чем и требовалось сказать. Ладно, давайте в ближнем бою по-быстрому их разберем. Может еще игерей постреляю тут. Да, мушкетер мы не слабо так потеряли. Очень не слабо. Придется отступить. Частью придется отступить, к сожалению. Второй частью тоже. Уж больно нехорошо на нас напали кавалерии. А, зато у нас здесь отрядов немало. Подоспело. Тут они просто бегают от нас. Ну ничего, сейчас подкрепление придут и нормально. Сдержим их. Вполне сможем. Так, стрелять. И еще раз стрелять. Все, становимся в удержании к нам. Так. Да, хорошо держимся. Притом более чем. Так, вольтяжеры, куда вы пошли? Там, мать вашу. Так, тут у вас миссия. Важная. Ну, походу здесь все. Ну что, распустим. Ну что, распустим вольтяжер. Да. Ну-ка. Напоследок. Что, у этих есть выстрел. Можно стрельнуть. Не хватило. Гранаты. Ну, гранаты. И все основное добьет. Ну все. В принципе, мы расчистили себе проход на... Ну, у меня какая столица у Польши-то. Я-мое, я забыл. Как она называется? А, Краков. О, что-то я забыл. Совершенно. А, у них Варшава. Эй, ладно. Так, а слушайте, тут укрепил Александр позицию-то. Наверное, сначала это я про атакуем дело. Как-то поопаснее будет. Так, тут мы улучшим защиту. А сильнее не сделать. Ладно. Конец хода. Россия готова сдаться. Нет, с Россией мы до конца будем воевать. Не надо тут сдаваться. Так, о, вон. Польша готова сдаться. Ладно. Польшу мы примем, а с Россией мы будем дараться до конца. Бухарест. Куперон. Ладно, идем Краков уничтожать. Там 18 отрядов. У нас, кстати, почти 100 тысяч опыта. Это совсем жестко, я бы сказал. Так, а враги-то, слушайте, улана уже во фланги даже заходят. Интересненько. Ну ладно, я тут начал немножко играми отстреливать местные отряды, но, конечно, толку почти нету, но... Может, полезным окажется, кто его знает. Так, у нас тут перезарядились, надо пользоваться моментом и стрелять. О, хорошо. Так, с тренем первым рядом, может, их распустим как раз. Да. Ох. Священники не туда пошли. Нельзя вон так далеко гулять. О, что это так? За налет такой... Внезапный. Отлетели. В итоге. Так. Ну что, я деревья пошуршим немного. А тут идем просто в атаку. Ну, а Игоря вообще идеально отрабатывает свою. Надо в следующем прохождении, если бы оно будет, то какой-нибудь посерьезней челлендж делать. Это, конечно, было интересно и достаточно прохождение за пехоту только. Но, я думаю, можно еще что-нибудь пожестче придумать. Там количество отрядов не более 10. Но это, конечно, совсем жестко было бы. Ну, пишите, если есть идеи какие-то. Мне писали за четырьмя отрядами пройти игру всю. Но это, по-моему, вообще нереально. Надо постоянно воевать против преимущественного количества противника. Хотя просто количества даже не хватит. Чтобы хоть как-то побеждать. Первое время, может быть, оно зайдет. Но чем дальше играть, тем хуже будет. Поэтому такое себе дело. Кому захочется, тот пройдет. А, стреляем всеми. Ух, как хорошо-то стрельнули, а. Красавчики. Так бы всегда стреляли. Ага. У нас тут во фланг спираются зайти. Помешать. Не всегда почему-то срабатывает стрельба. Почему? Не понятно. Ну что, гранаты убьют? Нет? Нет. Не хватило. Так, еще раз гранаты. Ну вот их хватило уже. Так. Гордейцы, давай сюда. Надо сейчас улана распустить. Ну и сколько у них там отрядах-то осталось? А, идем че нам стоять-то, на е-мое. Почти ничего нет у них. Треньем. Ну да, разбежались. Это красиво. Так, я вам в атаку послал. И какой-то фигней занимаются. Так, мы какую-то миссию выполнили. Ну что? Ружейный огонь. Ружейный огонь. Раз уж мне сказали, то я сделаю че. Так, там одни ополченцы что-то бегают. Ну, я думаю, в этой серии мы тогда и на Москву пойдем. Захватим. Вполне вероятно. Ну, чуть затянется серия, но... Мы сделаем то, что должны. Так, давайте всеми стрянем. Это не бегай, сейчас будет неприятно. Стрянем всеми. Ну и они разбегаются, конечно. Так, кавалерия неприятна. Ну и ладно. Все. Тут у ланы одни остались. Ладно. Так, а где еще отряды? Вон отряды. Мы сами на кавалерию налетаем. Но она как-то не сопротивляется даже. Так, ладно. Игерей ведем на центр. На гору даже. Да просто идем здесь и все. Просто идем. Когда можем, тогда идем. Выносливость, наверное, проблемная. У тебя нет. Держится. Семь из тренеров, у кого есть возможность... Я думаю, это не будет проблемой. Так, ну дальше готовимся. Ну что? Мушкетеры, разбегайтесь. Ланы. Еще там мушкетеры. Ну тут недаром 18 отрядов как-никак. Так, ну-ка, тихо. Так, ну-ка, давайте-ка. Надо завершить уже все это дело. Хары мучить их. Все, тут тоже в атаку идем. Стреляем. Стреляем. Нет. Нет, пока рано. Граната пока можно кинуть. Тут тоже стрелим. Так, кто есть, стреляет. Ну и готово. Сами решили в атаку пойти. Ну ладно. Главное, мушкетеры, чтобы не стрелили. Это будет больно. Больно. Но хоть не разбежались. Все. Стреляем побеждены. Ну и продолжаем наш крестовый поход. Сколько там у них осталось-то поселений, так скажем. Так, у них остался Будапешт, Полтава, Минск, Вильна и сама Москва. А, еще ревель. Ревель. Укрепим тут защиту. Конец хода. Все готовы даться. Ну, слушайте. По сути, сопротивления никакого нет. Поэтому, наверное, не буду я уже финальную битву проводить. Уже будем принимать капитуляцию. Ну, то как-то совсем слабо себя показывают, на самом деле. Не будем тратить время. Ну и побеждаем мы в данном прохождении. А там великий за союз Рейна. Смог победить всех только пехотой. Не используя ни артиллерию, ни кавалерию. Ну и поздравим нас. Мы завершили это прохождение. Ну, а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. А может быть, когда-нибудь мы вернемся во вторые казаки ради взрывания Европы. На этом я закончу. Всем удачи. Всем пока.